Всем привет, с вами PL419. Сегодня посмотрим на игрушку Godgeezer или как она правильно не знаю. Это нативно установлено у меня на шлеме. Спасибо товарищу Century, который мне подогнал ключик на нее. Она стоит 10 баксов. Есть в стиме версии рублей за 350. Что такое Godgeezer? Это физическая головоломка. Сейчас я покажу. Во-первых, она на русском. Это приятно. Смотрите, все переведено. Во-вторых, мне достаточно интересное перемещение на зажатой грите. Можно делать вверх-вниз. Сейчас поймете, зачем это надо. Либо можно прям вот так вот перемещаться. То есть гриб держишь и вот так вот туда-сюда двигаешься по комнате. Но если вам нужен обычный лакомоушен, просто зажимаете этот гриб и жмете на стик и повороты. То есть как бы совмещено. Есть обычное перемещение с зажатым грибом и есть вот такой вот хитрый. Сейчас поймете, почему они так сделали. Итак, у нас есть обучалка, которую я вам сейчас покажу. У нас есть онлайн уровни, которые народ создает. У нас есть редактор, где он может создавать уровни сами. И у нас есть собственная головоломка на 60 уровней, которую тоже потом покажу вам. Но начнем с того, что... Обучение, конечно. И еще начнем с того, что здесь можно поменять местами руки. Здесь настроить, и можно сменить руки. Если вы левша, как я, то вот здесь нажмете, и все получается наоборот. Здесь есть виньетка, если кому-то нужен комфорт, но я ее отключаю, и она раздражает. Звуковые эффекты... А, вот так вот оставим. Ну, язык русский, понятно. Есть музыка, но я ее отключил. Рука трясется даже лежа на ноге. Невероятно. Итак, что такое Гадгизер? Начнем отсюда. Обучение. Это физическая головоломка. Там он на русском написано. Прямо портал сразу вспоминается. За ограничение физики наши машины могут не всегда работать корректно и одинаково. Смотрите, механика тут такая. Это все, я на гриб и рулю сейчас перемещение. Ничего не тормозит, как видите, не люфтит, не скрипит. Нам нужно из точки А, чтобы доминошка толкнула кнопку на точке Б. Соответственно, кстати, где-то должно тут быть подсказки. Ладно, я их вам сейчас так покажу. Берем на триггер вот этими пассатижами доминошку, ставим ее сюда. И так много раз. Постук мы построили. Жмем на старт. Вы великолепны. Теперь поскольку мы на правой кнопке, посмотрите сами по подсказкам, как это выйдет. У нас есть несколько предметов. В данный момент у нас есть доминошки. Их три штуки. Можно их достать и сделать то же самое. Потом, судя по роликам, тут будет адовое количество. Вот видите, сейчас неподсвеченное, всякое разное, всякие там повороты, шарите, пружинки. Даже вон воронка есть. Ну и то же самое делаем. Круто, не правда ли? Но дальше будет интересней. У нас есть несколько инструментов. Сейчас их три. Для этого жмем на стик вперед и выбираем. У нас есть клонирование вместо пассатиж. Теперь можем клонировать эти доминошки. На триггер вот так вот. Раз, два, три, четыре, пять. И все, по-моему, допускаем. Сработало. Давай дальше. Еще у нас есть инструмент удаления. Также жмем стик вперед и выбираем удаление. Нам нужно удалить ведро, да. Удалилось ведро, запустили, все заработало. Давай дальше. Еще одно ведро время удалить. Удаляем, но это подвох. Мы можем теперь отменить стиком вбок последнее действие. Это будет удобно, когда у нас будет много неудачных попыток, а они неизбежно будут. Там вон шарик сейчас скатится. У нас есть еще один не инструмент, а режим заморозки. Тут обучение, конечно, важно. Выбираем наш захват и выбираем заморозку. Вот на эту кнопку теперь это либо ба-игрик, либо а у нас будет замораживаться вот эта штука, чтобы мы могли наложить сюда поверху. Кстати, можно, да, вот так вот гриппом туда-сюда все это тягать и накидываем сюда наших доминошек. Обратите внимание, сейчас в обучении есть подсказки, как это делать. Потом в игре их не будет. Это важно, потом поймете, почему. Так, все, по-моему, выключаем, потому что заморозили. Нам надо убрать вот эту штуку, по-моему, если не ошибаюсь. А, надо выстроить вот так вот поверху. Держите, чтобы сменить инструменты на удаление, чтобы стереть вот эту штуку. Бам! Отменить. Зачем это было сделано? Просто показали игровую механику, что так можно делать, то есть удалять. И комбинация вот этих инструментов мы и будем, по сути, решать головоломки. Что тут за головоломки? Сейчас посмотрите, по-моему, это все. Да. Вот такая обучалка у нас есть. Здесь, кстати, ничего не покажу. Ну, теперь идем в саму менюшку с головоломками. Онлайн я даже не хочу идти туда, там страшно. Хотя, просто показать для понимания можно. Ну-ка. Машины онлайн это называется. Тут сейчас будут всякие дети уровни, которые надо решать. Вот видите, открываете. И мне, например, стало страшно. Поэтому я в них даже не полезу. Сейчас покажу самое начало. Короче, тут жесть. Так, идем. Редактор я тоже не буду показывать. Идем в головоломки. То есть, если вам нравятся эти физические штуки, то... Ну, в стиме может купить. Она там 300 рублей, по-моему, стоит со скидкой рублей 150. А, а можно как-то с первой? Ну, ладно. Значит, покажу не с первой. Значит, смотрите. Что такое головоломка? Это комната. Чтобы вы понимали, мы начинаем вот отсюда. Надо доминошками этими, по крайней мере, пока что прокладывать было проход вон туда. Смотрите, их тут много. Вот вам надо будет как-то все вот это вот туда-туда-туда-туда-туда-туда-туда-туда-туда-туда. Я сейчас сидя, кстати, играю. Сидя удобнее, конечно. А когда вы закончите с этим, у вас еще будет вон там продолжение банкета. Вот за той стенкой. Это не считая того, что на меня сейчас туда не пускают. Это не считая того, что есть еще онлайн-уровни, которые придумывает сообщество. Видите? Там все вот эти вот кнопочки, по ним надо будет строить все эти штуки. Нравится вам такое? Не знаю. Я не уверен, что буду в него играть. Может быть, когда совсем нечем будет заняться, играю. К сожалению, переиграть нельзя. А, можно, кстати. Ну, тут я уже построил. Вот смотрите. Тут дается 3D-ми ножки. Надо, чтобы они нажали вот сюда. То есть, их рукой прямо выстраиваешь, потом жмешь вот это, и они замыкают цепь. Тут аналогично сейчас. Тут уже было сложнее, кстати. Пришлось одну на другую ставить. И то же самое выстраиваем и замыкаем цепь. А тут сейчас даже не знаю, сколько я буду думать. Давай попробуем. Так. Сразу смотрим, сколько у нас доминошек доступно в менюшке. Вот здесь вот в библиотете. У нас... О! У нас есть тут вот такая короткая, широкая, какая-то длинных 6 штук. Вот надо из них всех проложить путь вон туда, чтобы оно долетело. Интересно. Если я делаю сейчас нажатие, он просто упадет. Отмена. Ну, здесь их надо так. Можно в обход сделать вот так. Можно вон там сделать. Наша задача, чтобы... Кстати, давайте начнем от противного. Наша задача, чтобы вот тут они нажались. То есть, используем маленькие. Можно либо доставать их из библиотети, но это неудобно, по-моему. Проще доставать их пока что клонированием, пока они у нас есть. Бравим клонирование. Стоп. Ну, ставим его куда-нибудь, не знаю, вот сюда вот достанет. Ой, отменил все. Тут я второй раз в жизни запускаю, так что не удивляйтесь. Допустим, вот так. Ну-ка. Нажмет, не нажмет. А, он момент этот прокручивает. Понятно, надо, короче, построить. Ну, ладно. В любом случае, по-другому это никак не решается. Кланируем. Допустим, как-то вот так. Как-то вот так. А вот как оно тут будет толкать, честно говоря, не очень понятно. А еще мне непонятно. Так. Тут они упадут, замкнут. По этим строить. Может быть, в этом и прикол. Чтоб, типа, вот так вот они падали, падая, замыкали туда. Такое тоже возможно, кстати. Ну, давайте попробуем. Сейчас вот выбираю любой из этих элементов. Меняю. Можно перемещать. Видите, здесь никаких подсказок нет. Я хоть вот так вот кидаю, оно упадет. Как я говорю, эта игрушка основная на физике. Допустим, что это вот так вот должно делаться. И тут ее должно как-то пнуть нижнюю. Ну-ка, сейчас опять же меняем инструмент. Замкнет он ее? Возможно, что и нет. Ну, ладно. Сейчас мы, насколько их хватает, наплодим. Какая разница у нас. Не, они отсюда не достанут, по-моему. По-моему. Можно попытаться, конечно. По-моему, это без вариантов сейчас. А еще они как-то закончатся. То есть они же не исконечны. Допустим, мне просто понять, как это будет выглядеть. Угу. А тут ты как? Тут ее хрен развернешь. Ну-ка. Как она так сделала? Не, ну, можно сделать как-то вот так вот, допустим. А что, они все плодятся и плодятся. Ну-ка, они должны закончиться. Четыре. А, еще четыре. Что у тебя осталось? Ну, то есть, как видите, это может быть несколько решений. Еще не факт, что у нас работает сейчас. Ну, допустим, что он сделает. Оп. Почти, да? То есть, попытаться можно так. Попробуем сейчас. Вот только дальше-то не хватит. Ну-ка. Ага, он еще и не зацепил. Как повезет, видите? Ладно, сейчас и переставим. Вот так вот, допустим. Ну да, блин. Ну, у нас там, конечно, есть одна. Ну-ка. Можно как-то вот так вот обратиться. Давайте мы еще одну добавим сюда. Вдруг так будет лучше-н-ка. Вот так вот. Оп. Да, только вот тут вот хрена на все на них не хватит. Мне кажется, так не получится. Что там осталось? Видите, это уже, да, я туплю. Есть длинная. Вот такие, наверное, я так понимаю, да? Как она выглядит, общинка. Можно посмотреть. Как я доставал. Должно доставаться на этот самый. Ладно, сейчас посмотрим. А может быть, а может быть. Тут все интереснее через вон ту вон пройти. Ну-ка, ну опять же. А мы одну на другую поставим. Сейчас. Сейчас все будет по-другому. Все будет не так. Ну, что ты не хочешь мне менять ее? А, все. Отмену надо было нажать. А, поэтому я и достать не мог, кстати. Потому что надо было там нажать отмену. Ну, допустим, мы сейчас переиграем. Ну-ка. Кажется, я знаю их подвох, что они затеяли. Делаем вот так вот. Ой. А что это сейчас было? Что-то я закосячил, походу, что-то. Ну, вот так ты ее не проведешь. Наверное. А может, проведешь. Ну-ка, стоп. Если две штуки поставить, вдруг достать. Так, у нас клонировать еще можно. Ну, допустим, ты же так просто глянем вообще, как это выглядит. Как вам колбаса, да? Так. Окей. Давай. Не получилось. Телефон садится, а я на него голос пишу плохо. Ну-ка, еще раз. Не получится. Не получится. Так, не получится. Может, третью еще сверху захреначить. Ну, а что, ну-ка. Со-но вообще встанет так. Ну-ка. Ааа. Уф. Ну, не, ну, технически она, наверное, могла б туда ударить, конечно. Но, по-моему, что-то не та. Ладно, тогда, как я сейчас подумал, сделаем через вот так. Как-нибудь, например, чтоб вот здесь это было и толкало сюда. Ну-ка, сейчас, ну, это дичь получается. Тут еще надо ее закрутить, кстати. Типа, как-то вот так вот. На самом деле, эта штука достаточно сложная. Она может казаться простой. Она ни хрена не простая. Она напоминает Bridge Constructors, который тоже там в обучении все просто, а потом жесть начинается. Кинул. 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 Ну, что дальше? Как вот это вот совместить между собой, это вопрос. Тем более у нас заканчиваются эти штуки. Получается лажа. Я вижу, что получается лажа. Сюда-сюда-то ты пнешь, а дальше как? Что там еще есть у нас? Ну-ка. Возможно, я там торможу просто. У нас есть еще шесть больших. Что вот это такое маленькое? Сейчас. Кстати, эти штуки можно было бы удалить, но, видимо, это как подсказка остается. Что? А! Есть вот такая длинная, да? А есть. Их, кстати, четыре. И есть вот такая штука широкая. Ой, е-мое. Куда она упала? Ну, и две обычных этих маленьких. Назад. Вернее, не две, а одна даже. И тут, блин, прям вопрос. Если ставить горизонтальные, эти штуки будут падать. Они же под углом стоять не будут. Не будут. А если... Ну-ка. А можно клонировать? Сейчас. У меня есть один интересный извращенный план. Сейчас попробуем его. А! У меня же есть удаление, да? Сейчас вот это все сотрем. Типа тут ничего не было. Так. У меня идея какая. Взять... Эээ... Вот сюда положить длинную. Так, стоп. Где тут эта менюха? Взять вот эту длинную хрень. Сделать ее, типа, вот так, как мостик. Но не так. А сейчас покажу как. Ай-май-май. Стоп. Отмена. Берем... Копируем нашу одну штуку вот сюда. Так. И теперь берем наш мостик делаем. Надеюсь прокатит. Не будет печально. Берем вот эту штуку. Кладем ее вот сюда. Так. На нее... На нее... Мы сейчас наставим других доминошек, чтобы они могли ударить. А сверху ударим второй вот этой. Понятно, нет? Сейчас поймем. Ай-ёп! Просетая назад. Ну, у нас их там еще много вроде в запасе. Да блин. Физика бессердечная, ты сука. Отмена. Стой. Ну, что-то такое я хотел схимичить. А теперь надо ударить. Ну-ка, вообще что сейчас за происходить? Вот. Почти хорошо. Нам надо сделать так, чтобы поставить сюда еще одну сверху. Возможно, она запустит нам тогда наше движение. Ну-ка. Ммм. Надо ближе их приносить. Но так, чтобы она не ударила по... Сюда. По самой этой штуке. Ну-ка. Так. Отличная тема. Ммм. Это не просто. Блин. Все развалилось. Видите, он на крови не хочет стоять. Он падает. Он падает, потому что физиконка. Я в том числе свои размышления вырежу. Так. Что у нас там еще есть? Третья доска. Одна короткая. Пять больших. Зачем пять больших? Зачем так много больших? Там вопрос вот, как отсюда передать импульс. Да и дальше, по идее, оно должно сработать то, что я задумал. Наверное. Блин. Поставь две... Вторую давай поставим так же. Ну-ка стоп. Типа вот так. Можно вообще... Блин. Ну рядом он же развалит все, в чертове матери. Да? Я сейчас так и делаю. Он сейчас развалит просто этот мост. Да. Ммм. Ну как взял, чтобы он его не развалил? Ну по этим тут слишком далеко получается. Все равно, по мне кажется, по термосам тут ничего не передашь. Потому что мелкий домино тебе будет не доставать. Надо как-то здесь колхозить. Под углом поставишь, тоже не передашь, потому что они будут падать под наклоном, они не будут стоять. Я, кстати, еще не фальшиво пройду вообще. Так. Может пока... Да, еще тут есть хорошая вещь. На этот случай, если вы затупили, как я сейчас, здесь можно сохраниться. Вот тут вот. Например. А, ну это автосейв. Сохраните ваши машины здесь. Ну давай сохраним. Во. Это полезно. Вот. Когда ты, допустим, делаешь, играешь, затупил, чтобы засейвиться нужно было. Как сделать? Ну тут никак не сделать, что он разбивает тогда. Не то. А, кстати, еще что у нас... Стоп. Так у нас есть заморозка. Ну-ка, а если заморожу? У меня есть заморозка? Заморозка. А, ну что это за рестарт всего? Это не заморозка. Это что-то непонятное. А где заморозка? А, потому что я удаление почему-то выбрал. Стоп. Видимо, заморозка активна не всегда, потому что сейчас, вот видите, у меня ее нет. Ну, а, удаление, долгое удаление, отмена всего. Понятно. Короче, заморозку мне тут не дают. Печально это. Я уже подумал заморозить эти штуки, да и хрен с с ними. Я в некотором... Ух ты. Не понимаю. Может их три нафигачить. Одна падая что-нибудь сделает. Странное, конечно, решение, но... Фиг знает. Что-нибудь типа вот такого. Ну-ка. Множество. Ну-ка. Что он с тобой делает? Шняга тоже получилась какая-то. хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Да-а-а-а. Это, блин, загадка. Что-то еще. Блин, давайте мы сейчас для упрощения вот это вот удаляем все пока тоже, чтобы... О, блин, переключить. Чтобы оно нам не мешало. Допустим, вот у нас эта штука. Сейчас мы ее... Допустим, вот это на краю стоит прямо на самом. Что-нибудь вроде вот этого. Просто... Нам надо просто сделать так, чтобы оно... Ой, нет, не так. Стой. Чтобы оно... Да, блин, что тут падаешь. Стой. Нормально оно. Зараза. А, там наклон небольшой есть. Стоп. А, вот. Видите, почему лучше нельзя горизонтально ее класть? А-а-а. А я придумал. Мы сейчас сделаем вот что. Мы сейчас снизу положим штуку, чтобы наклон изменить. Поняли или нет? Сейчас поймете. Опа. Берем вот эту хребетку. Кладем ее сюда. Берем вот эту хребетку. Кладем ее сюда. Теперь берем вот эту хребетку. И она уже будет падать вперед. Передавай момент сюда. Ага. Ага. Мне кажется, решение где-то здесь. Ну-ка. Ну, в данном случае это понятно, что лажа была. Сейчас их перенесем. Допустим, и ставим. Ну, кстати, сейчас... А, нет. Видите, оно не падает. Можно что-нибудь вот такое слепить. Ну-ка. Склонировать вот это. Ну, все равно он по ней не бьет. Да? Как сделать, чтобы бил? Как сделать, чтобы бил? В принципе, если мы решим это, то решим все остальное. Мне кажется, так. Нам, в принципе, даже достаточно просто, чтобы вот эта штука упала. Просто от удара, чтобы упал и импульс пошел дальше. Стой. Ее мне это сделал. Сменяется только самое последнее действие. Это важно. Видите, он и не падает. Ну-ка. Может, третью зафигачить наверх? Ну что, гулять? Гулять. Ох. Ох. Отлично. Только оно падает раньше времени. Но вообще, возможно, идея, что похоже на право. Стой. Ну-ка. Куда ты будешь падать? Не туда ты будешь падать. Назорада. Ха-ха. 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 Не, ну в какой-то момент, видите, они каждый раз еще падают по-разному. Физика считается рандомно. Все как в жизни. Ну-ка. Стоп. Стоп. Ну-ка. Мне надо просто, чтобы он ударил в ту сторону. О! Отлично. Наш вариант. Так и оставим. Так. Теперь здесь. Ох. Тихо-тихо-тихо. Будет хреново, если они сейчас закончатся. Что, реально? Мне говорят, что не закончились. Это будет подвох. Да. Ха-ха. Притки кончились. Так. И что мне с этим делать? М-м-м. Только длинные остались, получается. Ё-моё. Ну да. Длинные что? Нет, конечно. Кстати, а в чем проблема длинные вертикально ставить? Ведь ни в чем, Женка, стоп. Может быть, в этом решение. Ну, что-нибудь типа такого. О! О! Вообще огонь. Смотрите. Только надо, чтобы она до этого сама не падала. Или. А! Или мы сделаем, чтобы вот это ударило вон туда. А сейчас еще интереснее будет. Ну-ка. Сейчас вот этот скалхоз тут убираем. И освобождаем заодно плитки. Чувствуете, да, что игрушка вообще огонь? Так. Ну-ка. Ну-ка. Вот так она достанет, если будет бить. Ну, кстати, вполне может. Если нет, мы поднимем потом. Так. Сегодня, кстати, тут нифига не напрямую. Обратите внимание. Видите? Так. Сейчас. Он у нас падает. Бьет сюда. Отлично. Идем дальше. Передаем момент. Момент. Передаем вот сюда. Эй, ой, ой. Я не просил остановить. Ну, как-то так это должно работать. Так. Как-то так это должно работать. Допустим, что вот так. Какой-то такой колхоз. Получается. Я обещаю ближайшее время больше не играть в физически головолом. Тебе орел. Да чтоб тебе было. Падай. Сюда падай, не туда. Вот был. А! Вот эта штука изменила все. Смотрите. Ну-ка. Ну, кстати, не совсем. Ну-ка что ж было все нормально. Чё тебе? Чё тебе не так? Чё тебе не так? Чё тебе не так? Сразу. Возможно, это решается как-то проще. Возможно. Просто я не догоняю как-то. Ну, вот же, да? Вроде бы все хорошо. Сюда. Кстати. Вот эта штука падает, двигает этот. Ну-ка. Если мы сейчас сделаем вот так. Он не передаст нам. Стоять. Я ещё не запускал. Чё тут падает что? Видите? Просто от смещения вот этих вот плиток. Вон. 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 Начинаёт с ума сходить. Сделаю так вот чуть-чуть. А блин. Все. Не падай, не падай. Дроза. Ну что, брать её нафиг вообще. Стой. Брать. Ну вот он толкает её вперёд. Ну-ка. Ну, уже не. Да, он толкает, но она не падает, очевидно. Как дела? чтобы она падала, хрен я не знаю. И ты никак не сделаешь, если только ее не поставить сюда. Но теперь мне не хватает сил, чтобы она упала. Понятно, да? О, ну вот почти, хорошая же идея, хорошая же идея. Так, только не сам. Стой, 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 вот так вот и останься. На это толку, да? И когда, ой, когда ставишь сюда, он уже вон сам рушится, видите? Потому что изменяется физика, он пересчитывает, и в этой физической системе она должна упасть. Потому что она вот стоит, наклонена прямо, да, то есть, видите? Ладно. Вот любого чиха падает теперь. Да, потому что она вон, видно, наклонена, она неустойчивая. Блин, вот ведь хрень. И такого 60 уровней. Ладно, подожди. Я инструмент удаления всей этой хрени свали, свали, свали пока. Нет, так он просто был падать вниз, да? Да, первые два уровня были, конечно, значительно проще, чем вот эта вся хренька. Прямо скажем. Может быть, все-таки как... А, кстати! А я, кажется, понял, в чем прикол. И зачем вам так много длинных? И кажется, вот за этим, ну-ка, раз, два, три, четыре. Ну да, стопудово. Пять. Поняли, да? В общем, прикол. Я забыл о том, что есть длинные, стал полагаться на короткие. Ну, зато вы посмотрите, как это работает. Кстати, еще не факт, что вот это прокатит. Оно ж не падает, когда я подношу их к себе. Нет, отлично. Все эти потроха сейчас удаляем. Они нам не нужны. Сейчас. Сюда же я завернул. В прошлый раз, по-моему, завернул. Вот они должны падать как-то вот так вот туда. Мне кажется, это будет хорошая картинка для превьюшки. Так. Ну, окей. Кстати, их там можно перемещать, кроме того. То есть вот они сейчас падают туда, да? Если мы начнем их... Ой, стой, я не хотел. Мы начнем их закручивать. А. Стоп. Значит, почему ты не даешь мне их перемещать? Блин. Бах, что ли, поймал. Ну-ка. Сейчас. Давай тогда по-другому, с другой стороны зайдем. Переместись-то, ну. Так. Мне уже самому интересно как-то решается хрень. А, первые три нельзя... Короче, те, которые даны по дефолту, их нельзя двигать, понятно? Ну-ка, так. Вот тебе их куда-то. Куда-то ты кидаешь их нормально. Так. По максимуму надо поворачивать. Клонирование. Так, вот как-то. Жаль, что второй рукой... А, можно второй рукой кнопку нажать? Вы молодцы, котинка. Опять же, клонирование. Твою мать! Что я могу сказать про эту ядру? Я даже вырезать ничего не буду. Вы сами все видели. Если вам нравятся такие приколы, идите покупайте, как минимум, в стиме. Я... Я пока остановлюсь на этом. Я обещаю больше в ближайшее время физически головоломки не играть в VR. На этом все. Если ролик был интересен, полезен, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Переходите на сайт VR412. Там будет больше игр. В этом посте я оставлю ссылку на игры, которые мне подарили. Может посмотреть, что мне там народ дарит. Вот. На этом все. До новых видео. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok